Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Начну с рецепта, который попроще. Сухофрукты предварительно заливаю коньяком. Здесь у меня два вида изюма и сушеная клюква. Всего примерно 150 граммов. Еще добавлю 30 граммов апельсиновых цукатов. Оставляю так на несколько часов. Лучше сухофрукты подготовить заранее. Я обычно оставляю на ночь. Для опары беру 300 мл теплого, но не горячего молока и растворяю в нем 20 граммов прессованных дрожжей. Лучше использовать именно такие. Если будете брать сухие дрожжи, тогда их нужно 6-7 граммов. Добавляю сюда еще 2 столовые ложки сахара и 6 столовых ложек муки. Муку беру от общего количества. Накрываю смесь пленкой и оставляю до увеличения в 2-2,5 раза. Обычно на это уходит от 30 минут до 1 часа. Зависит от качества дрожжей и от температуры в помещении. Опару я поместила в чашу миксера. Добавляю 200 граммов сахара. Цедру от 2 апельсинов. Это примерно столовая ложка с горкой. Ароматизатор ром 5-6 капель. 2 чайные ложки ванильного сахара. И 6 яичных желтков. Белки здесь не нужны. Устанавливаю чашу в миксер. И с помощью насадки крюк начинаю перемешивать. Постепенно добавляю оставшуюся муку. Всего муки для этого рецепта беру 530 граммов. Здесь очень важно. Мука должна быть с высоким содержанием белка. Не ниже 13 граммов. Лучше выше. У меня сегодня 14 граммов. Вымешиваю тесто минут 10-15. И добавляю сливочное масло. Я беру не слишком холодное, но и не слишком мягкое масло. Добавляю кусочками. Вымешиваю тесто еще не менее 20 минут. Вот такое оно должно получиться. Тесто как бы сползает с крюка. Проверяем. Смотрите, тесто легко растягивается. Получается тончайшая пленочка. И не рвется. Значит, все получилось как надо. Смазываю маслом подходящую емкость. И выкладываю в нее тесто. Смотрите, какие пузырьки воздуха. Накрываю тесто пленкой. И оставляю в теплом месте до увеличения в 2 раза. Я ставлю миску с тестом в духовку с включенной лампочкой. Вот такое тесто через 2,5 часа. Смазываю доску маслом. И выкладываю тесто. С сухофруктов я слила всю жидкость, просушила их и добавила еще 70 граммов нарезанных апельсиновых цукатов. Выкладываю на тесто. Сворачиваю. Немного вымешиваю. Растягиваю. И снова сворачиваю. Тесто может немного липнуть. Но ни в коем случае не добавляйте муку. Я просто смазываю руки маслом. Так делаю 3-4 раза. Делю тесто на 8 частей. И выкладываю в формы. Формы лучше смазать маслом. У меня формы 9 на 9 сантиметров. Заполняю их тестом не более чем на 1 треть. У меня получилось примерно по 175 граммов теста. Накрываю пленкой. И оставляю в теплом месте для подъема. Это еще примерно 2,5-3 часа. Приготовлю макаронаж, который нанесу на панеттоне перед выпечкой. Здесь мне понадобится 40 граммов яичного белка, 30 грамм миндальной муки, 60 граммов сахарной пудры и еще я добавляю кукурузный крахмал. Примерно 20 граммов. Все, макаронаж готов. Перекладываю его в кондитерский мешок. Прошло 2,5 часа. Смотрите, как поднялось тесто. Верх теста практически сравнялся с верхом формы. Наношу макаронаж. После выпечки получится очень вкусная хрустящая корочка. И больше никакая глазурь здесь, конечно, не нужна. Украшаю панеттоны миндальными лепестками и посыпаю сахарной пудрой. Ставлю противень в разогретую до 160 градусов духовку и выпекаю 45-50 минут. На готовность проверяю деревянной палочкой. Если выходит сухая, значит панеттоны готовы. Теперь их нужно правильно остудить. Для этого беру деревянные шпажки, прокалываю панеттоны, пока они еще горячие, вот так снизу, переворачиваю и подвешиваю. Я соорудила конструкцию из небольших ящиков для хранения. В таком положении оставляю до полного остывания. Лучше, если повисят так не менее 6 часов. Тесто у панеттоны очень нежное и если оставить остывать их в обычном положении, они могут осесть и не получатся такими воздушными. Сейчас покажу, что у меня получилось. Нежнейшее тесто, смотрите. Воздушное, волокнистое, в меру влажное. А какой аромат! Сложно передать. Сейчас разрежу. Смотрите, просто чудо! А сейчас покажу еще один рецепт панеттоны и потом сравним. Сразу скажу, готовила я оба рецепта практически параллельно и выпекала с разницей в 1 час, чтобы сравнить панеттоны, пока они свежие. Ну что, набираемся терпения и с хорошим настроением. Начинаем. С двух апельсинов снимаю цедру. Получается примерно 30 граммов. Перекладываю в небольшую тарелочку. Добавляю ванильный сахар 1,5 чайной ложки, 5-6 капель ароматизатора. Использую именно ром. Он отлично сочетается с апельсином и с ванилью. И сюда же 30 граммов меда. У меня липовый. Ну, можно любой. Перемешиваю. И оставляю так в холодильнике на 12 часов. Цукаты из апельсинов нарезаю на небольшие кубики. Здесь 80 граммов. Добавляю изюм. Примерно столько же. У меня двух видов. Заливаю соком одного апельсина. Это 80-90 миллилитров. И сюда же добавляю 40 миллилитров коньяка. Также накрываю пленкой. И также даю настояться хотя бы 4-5 часов. Лучше больше. Приготовлю опару. Здесь у меня 80 миллилитров теплой воды и 15 граммов прессованных дрожжей. Растворяю дрожжи в воде. Добавляю 10 граммов сахара и 60 граммов муки. Перемешиваю все хорошенько. Накрываю пленкой. И оставляю на столе на 30-40 минут. Опара должна увеличиться в 2-2,5 раза. В чашу миксера просеиваю 260 граммов муки. Вливаю 70 миллилитров воды комнатной температуры. Добавляю одно яйцо. 80 граммов сахара. И сюда же выкладываю опару. Перемешиваю тесто с помощью миксера. Накрываю пленкой и убираю в холодильник на 12-15 часов. Затем достаю из холодильника и даю постоять еще пару часов в тепле. 60 граммов сахара и 60 граммов мягкого сливочного масла растираю лопаточкой. Добавляю 3 желтка и снова перемешиваю. Теперь подготовленная ароматная смесь и постепенно 120 граммов муки. Для этого рецепта также нужна сильная мука с содержанием белка выше 13 граммов. Это важно. Вот такое у меня получилось тесто, похожее на крем. Снимаю пленку, включаю миксер, использую всю ту же насадку крюк. И частями добавляю подготовленный крем-тесто по ложечке. Вымешиваю не менее 25 минут. Обязательно проверяем на глютеновое окошко. Растягиваю. Получается тоненькая пленочка, которая не рвется. Все отлично. Добавляю цукаты. Я заранее слила всю жидкость и просушила их бумажными полотенцами. Перемешиваю тесто еще 3-4 минутки и выкладываю в миску смазанную маслом. Накрываю пленкой и оставляю на столе на 30 минут. Через 30 минут тесто обминаю. Беру от края в середину, от края в середину и так несколько раз. Затем снова собираю тесто в шар, накрываю пленкой и еще на 30 минут оставляю на столе. Через 30 минут проделываю то же самое. Снова накрываю и снова на 30 минут. И так 4 раза. Затем выкладываю тесто на смазанную маслом доску. Делю его на 5 частей. Сворачиваю каждый кусочек вот так. И выкладываю в формы смазанные маслом. Диаметр моих форм 11 сантиметров, а высота 9. Тесто получилось по 230-240 граммов на форму. Накрываю пленкой и оставляю для подъема. Здесь обычно нужно от 3 до 5 часов. Тесто должно подняться практически до краев формы. Точно так же готовлю макаронаж и наношу на панеттоны. Украшаю миндальными лепестками и ставлю в разогретую до 160 градусов духовку на 50 минут. На готовность проверяю деревянной палочкой. Еще горячие панеттоны прокалываю снизу деревянными шпажками и переворачиваю. Использую в этот раз глубокие кастрюли. Вот так вставляю. Тут снова шпажки и снова в кастрюлю. Накрываю полотенцем и оставляю так часов на 10. И все. Вот они, красавчики. Сейчас покажу, что получилось. Смотрите, какая структура. Нежнейшие. Такие же волокнистые. Сладкую вату напоминают. Ну, сравнил. Хотя по структуре что-то есть такое. Сейчас разрежу. Красота. Очень мягенькие, очень нежные, очень ароматные. По-моему, ароматнее, чем первые. Они просто идеальные. Ну что, сравним. Внешне понетоны совсем не отличаются. Красивая хрустящая верхушечка. Только в первом варианте я еще сахарной пудрой посыпала. А вот в разрезе. Вот этот кусочек побольше по второму рецепту, а этот по первому. По-моему, они одинаковые. Да, внешне почти не отличаются. Да совсем не отличаются. Нужно пробовать. Давай вот так еще посмотрим. Слева первый, справа второй. Одинаковые. Нет, второй все же более влажный получился. И по вкусу второй как-то понасыщеннее, что ли. Но все-таки отличия совсем незначительные. Удивительно, два рецепта совершенно разные. И по составу, и по способу приготовления, и по времени приготовления сильно отличаются. А результат практически одинаковый. Одинаковый. Если с закрытыми глазами попробовать, ну, невозможно, мне кажется, будет отличить. А второй более влажный мне показался, возможно, из-за того, что в формах большего размера выпекался. В общем, буду печь, как и пекла, по упрощенному рецепту. Чем проще, тем так же. Ну да. Попробуйте приготовить понетоны. Не скажу, что они вкуснее, чем наши семейные куличи, но не хуже точно. Ссылочку на рецепт семейных куличей и творожных куличей без дрожжей оставлю под видео в описании. Жду вас в следующее воскресенье. Не пропустите, впереди еще много всего интересного.